Одесса – интеркультурная гавань Украины. Одесса – единственный город-миллионник, который вошел в программу Совета Европы «Интеркультурные города». Программа была организована 11 лет назад, и сегодня в нее входит 136 городов со всего мира. И здесь, в общем-то, важен неколичественный показатель. Здесь очень важна концепция, идеи, взаимоотношения местных громад с мигрантами, с вынужденными переселенцами, с представителями других культур, которые проживают. Вопросы гендерной, социальной политики, развития межкультурных взаимоотношений. Огромный спектр вопросов, и мы благодарны Совету Европы за то, что мы не просто стали членом этой команды. В 2017 году мэром города Геннадием Леонидовичем Трухановым был подписан меморандум. Он сразу получил приглашение на конференцию в Лиссабон. И одна из лучших практик европейских, всего лишь 35 было лучших практик, поданных и опубликованных на сайтах Совета Европы в специальных брошюрах, это и практика города Одесса, это создание и объединение греческого и истамбульского парков проходом через памятник архитектуры и культуры Потемкинская лестница. Это действительно было признано мировой лучшей практикой. И более того, в сентябре 2019 года мы ожидаем приезд всех международных координаторов интеракультурных городов в Одессу. Это уникальный формат, потому что никогда они не были в Украине или вообще на постсоветском пространстве. Они впервые едут, и именно в Одессу они получили приглашение мэра. И мы были удивлены, приятно удивлены, но на это приглашение позитивно отреагировали Совет Европы и привозят нам сюда международных координатов и представителей. Сегодня мы привлекаем наш, у нас проходит программа с привлечением именно нетворкинга и группы украинских. Мы привлекаем общественные организации, потому что сегодня стоим на пути создания специальной интеркультурной стратегии, которую мы будем презентовать. На самом деле Одесса специалистами, экспертами Совета Европы получила очень высокие рейтинги. 12-е, 13-е места. Мы даже не были готовы к этому, не знали. Эксперты Совета Европы проводили этот анализ, но мы хотим попасть и в первую десятку, стремимся. Поэтому проводятся такие рабочие встречи. Четыре дня в Одессе идет обсуждение этого проекта. Очень, может быть, показательно, что это проходит как раз в контексте и встреч с кинофестивалем, и в контексте встреч с ОБСЕ. Очень много представительств международных сейчас находится в нашем прекрасном городе. Мы полагаем, что именно это показатель эффективности работы мэра города и стремлений действительно интеграции нашего города в европейское сообщество. Мы очень многое, что мы хотим обидать всех наших европейских, которые мы очень интересны. Мы очень интересны. Но сегодня уже расставили все точки на «и» и не имеем больше предельствий к этому поводу. Ситуация, которая сейчас у нас в городе, и вот такие цифры. Мы очень интересны, которые мы очень интересны, которые мы очень интересны. Непониментурные города. Эти все зублички всегда такие, я не буду говорить, толерантные, потому что они ничего не сказали. Сколько мы всего поважали в городе? 69%. 64 депутатин ММР у нас 16 женщин, что становится 25%. В ММР жена у нас 6, або 35%. 6 заступников мм. – 2 жена, або 30%. В принципе, интеркультурные города – это города, которые расценивают разнообразие этнокультурных жителей своих городов как ценность, как ресурс. И вот с этим подходом мы работаем с городами, поддерживаем города, которые расценивают свое разнообразие, интеркультурное, как ресурс. Мы уже в течение трех лет работаем с Одессой, которая является одним из шести городов в Украине – это Мелитополь, Сумы, Винница, Павлоград и Луцк. И каждый из этих городов уникален, поэтому поэтапность развития в интеркультурном направлении разная. И вот первые два дня моей работы на этой неделе в Одессе были посвящены разработке первой группе рабочей, которая собралась для того, чтобы разработать стратегию города Одессы в направлении интеркультурности. То есть Одесса сейчас на этапе развития уже своей стратегии. Она, я бы сказала, в первом ранге идет, потому что немногие еще города в Украине развивают стратегию или имеют ее в законченном или выполненном виде. То есть это все наработки, процесс, обмена, обучение друг у друга и так далее. Мы также благодаря гостеприимности Одессы и эффективному сотрудничеству проводим ежегодную встречу координаторов украинских городов в этом году в Одессе. То есть сегодня и завтра именно этой встрече посвящена наша работа. Что это за встреча? Это, конечно, встреча всегда рабочая, очень активная, потому что за каждый год, за 12 месяцев происходит много событий, которые как интеркультурного характера, так и иногда контекстуального, то есть в городах экономической, демографической, политической, социальной вопроса. Это все влияет на нашу работу, потому что мы работаем с городами, это как живые организмы для нас. Поэтому нам очень важно проанализировать, что было сделано, что было достигнуто, какие были где-то преграды, сложности, проблемы. И, конечно, мы строим планы, разрабатываем цели, всегда амбициозные, на следующие 12-18 месяцев. Потому что для того, чтобы работать и координировать нашу работу с таким интернациональным организмом, как Совет Европы, нужно все знать заранее, все хорошо спланировать, только тогда добьешься какого-то позитивного результата, ну и эффективного сотрудничества.